В районной администрации прошла очередная встреча с налоговыми должниками. С начала года проведено 9 таких заседаний. Я бы хотела, чтобы все плодотворно поработали. Это не мое желание, а, наверное, желание всех присутствующих здесь. Хочу особое внимание уделить на то, кто приходит, потому что последние визиты нас, конечно, немножечко волновали и волнуют. Как правило, перед встречей представителям компании сообщают о задолженности, способах ее урегулирования, а также о последствиях в случае непогашения долга. Каждый случай разбирается профильной рабочей группой отдельно. На этот раз на комиссию пригласили 23 компании, среди которых Интергалс, Энергетик, Ситистройпроект, ТК-сервис и другие. Их суммарный долг перед бюджетом более 150 миллионов рублей. Самая большая задолженность у организации РОНД. Задолженность у вас на сегодняшний день самая большая. Из нашего списка такого длинного. Это почти 36 миллионов рублей, из которых 31 миллион 231 тысячи НТС. Налог на имущество организации 3 миллиона 60 тысяч. Насколько я понимаю, проблема с неплатежами в основном заключается в том, что счета РОНД на сегодняшний день арестованы. Фактически там на счетах находится порядка 11 миллионов рублей. Эти 11 миллионов рублей не могут быть использованы ни на что. К сожалению, не все компании относятся с пониманием к просьбам районных властей гасить долги вовремя. И у каждого представителя организации на то находятся свои оправдания. К сожалению, наш партнер, банк, с которым мы с кем-то сотрудничали, у него отозвали лицензию. То есть у нас прекратилось финансирование. Ну, два слова. Среди налоговых должников достаточно много индивидуальных предпринимателей. У пенсионера-пчеловода из Ершова долг перед бюджетом почти 1 миллион рублей. Почему вы не уплачиваете налоги? Сейчас объясню. Это курс-мажор. То есть у меня... Я бывший пчеловод, и я создал программу по развитию пчеловодства и мобильных пчеловодств ферм создания. У меня был заказчик. Серьезный. По решению комиссии представителям организации необходимо предоставить гарантийные письма и погасить задолженность до 15 ноября. Выжидательная позиция некоторых предпринимателей заведомо неправильная, уверены члены рабочей группы. Долги придется отдавать в любом случае. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Например, Алексея...